Далеко не каждый из нас хоть немного осведомлен о локальных войнах и военных конфликтах нашего времени. Но тот факт, что эти войны малоизвестны, никак не умаляет значимость подвигов и ценностей жизни военнослужащих, которые защищают интересы страны, принимая в них участие. Мы должны помнить всех, кто защищал народы своих стран в неспокойные годы перестройки и защищать настоящее время. В течение 9 лет, в период с 1992 по 2001 год, более 8000 воинов-казахстанцев совместно с коллективными миротворческими силами стран СНГ, России, Кыргызстана, Узбекистана, вели борьбу с афганскими боевиками и наркотрафиком, не давая им беспрепятственно проникнуть в дружественные республики и дали свои родные земли. В те страшные годы, когда Советская империя трещала по швам и рушилась, когда великую страну грабили и раздирали на части, в те годы на гражданке люди выживали как могли, не получая заработных плат и пенсии. Тогда же люди военные продолжали защищать мир и покой внутри страны и на ее рубежах, сталкиваясь со сложностями по задержке денежных довольствий, обновлению техники и элементарному обновлению обмундирования. Неспокойная и нестабильная обстановка возникла тогда во всех странах бывшего СССР. Трудности и проблемы были у всех, но в Таджикистане ситуация была намного сложнее. В республике началась гражданская война. Но в 1992 году ситуация обострилась. В Таджикистан хлынул поток оружия и наркотиков из Афганистана. Афганские боевики, воспользовавшись развалом Советского Союза, объявили войну пограничникам. С тех пор в функции пограничников входила не только охрана, но теперь уже и оборона таджикско-афганской границы. Тот участок протяженностью в 1500 километров в основном представлен горной местностью. Через границу боевики стремились поставлять противоборствующим сторонам оружие, деньги и наркотики. Вооруженные стычки с пограничными нарядами, внутриполитический конфликт в республике – все это привело к принятию правительствами стран СНГ совместного решения о вводе военного контингента в Таджикистан для стабилизации обстановки на таджикско-афганской границе. Так, постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 15 апреля 1993 года было решено сформировать казахстанский отдельный сводный стрелковый батальон численностью в 500 человек для стабилизации обстановки на таджикско-афганской границе. Автоматы, броники на месте С 1993 года по 2001 год на участке выполнения боевой задачи прошли 24 батальона. В 20 числах января 2001 года поступила информация от нашего руководства о том, что необходимо подготовить отдельный сводный стрелковый батальон к выводу. Вопросов было множество. Во-первых, никогда при независимости Казахстана подразделения вооруженных сил пограничной службы не выводили с территории другого государства. Здесь много возникало вопросов по согласованию. Во-первых, сдача участка под охрану, сдача оружия, документации, опорных пунктов. Но эти вопросы были успешно решены благодаря направленной группе офицеров погранслужбы центрального аппарата в Республику Таджикистан. Задачей отдельного сводного стрелкового батальона это была охрана 82-километрового участка Таджилско-Афганского участка государственной границы, внешней границы НГЭ. На данном участке мы ошляли сопровождение колонн миротворческих, которые доставляли продукты вдоль государственной границы, потому что единственная дорога, связывающая Харок и остальной частью Республики Таджикистан проходила вдоль реки Пянш, вдоль государственной границы, непосредственно к нему промыкая. Следующая задача – это недопущение прорыва, переправы банк-групп, диверсионных групп с афганской территории на территорию Республики Таджикистан. Единственная была особенность, что, выполняя приказ, действуя по законодательству Республики Казахстан, мы находились в оперативном подчинении оперативной группы пограничных войск Российской Федерации, но действовали по законодательству на территории Республики Таджикистан. Это была та особенность, которая непосредственно решалась нами на местах. Отдельный сводный стрелковый батальон формировался из трех родов войск. Пограничных войск, внутренних войск и Министерства обороны. Командиру батальона назначался пограничник, потому что основная задача, специфика выполнения задачи – это охрана государственной границы. Данная специфика, которой вооруженных силах и внутренних войсках нет. Поэтому командиру батальона назначался пограничник, и в ходе нахождения служебной командировки обучали бойцов других войск воинского формирования, Министерства обороны, Национальной гвардии выполнению задач по охране государственной границы. Но мы можем сейчас подытожить итог, что свыше 9 тысяч прошедших военнослужащих за время нахождения отдельного сводного стрелкового батальона мы сейчас имеем мощный, мобилизационный, боевой резерв Республики Казахстан, который имеет опыт ведения боевых действий даже в отрыве от своего государства. 28 сентября 1994 года на участке 5-й заставы Харовского погреша отряда подразделение отдельного сводного стрелкового батальона вступило в боесолкновение с боевиками в бандах «Акимов». В этом бою участвовали и российские пограничники. Но несмотря на полученные ранения, младший сержант Батарханов истекая кровью, обеспечил, ведя огонь, обеспечил занятие выгодных позиций казахстанскими пограничниками и российскими пограничниками. В данном боестолкновении было уничтожено до 200 боевиков. 18 заложников, захваченные бандой «Акимов», были освобождены. Именно Батарханова Рожапа, уроженца Катон-Карагайского района в Восточно-Казахстанской области, названа улица и постановили линия правительства. Его имя присвоено одной из пограничных застав Курчунского пограничного отряда. В казахстанский отдельный сводный стрелковый батальон, кроме подразделений вооруженных сил Республики Казахстан, включили подразделения пограничной службы Комитета национальной безопасности, а также подразделения внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Военный конфликт продолжался 9 лет. И за все эти годы более 8,5 тысяч воинов-казахстанцев в составе коллективных миротворческих сил стран СНГ несли службу на тех пограничных заставах. Важно сказать, что защитники границы оказались в те годы буквально между молотом и наковальней, поскольку находились между вооруженными афганскими боевиками с одной стороны и вооруженной таджикской оппозицией с другой. Стоит отметить, что силами батальона только за три года было уничтожено 156 боевиков и 23 незаконные переправы изъято 86 килограммов наркотиков. Именно наркотики и контрабанда являются главным дестабилизирующим фактором на таджикско-афганской границе. Сегодня 8 февраля 2016 года мы отмечаем юбилейную дату 15 лет вывода отдельно сводного стрелкового батальона из республики Таджикистан, выполнившей первую боевую задачу Верховного Главного Командующего Вооруженных Силы Республики Таджикистана Сатана Бищен-Зарбаева по охране внешней границы СНГ на таджико-аганском участке. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших действующих военнослужащих, именно наших боевых товарищей, которые проходили службу на таджико-аганском границе и которые проходят сегодня ныне службу в Вооруженных Силах, а также отдельных воинских формированиях. Это Национальные Гвардии по гранической службе Комитет национальной безопасности. Как председатель Республиканского Союза ветеранов, участника боевых действий на таджико-аганском границе, хотел бы выразить огромную благодарность нашему президенту Наслану Бищен-Зарбаеву, который проводит активную работу именно в патриотическом воспитании молодежи. Сегодня 18 фериалов по всему Казахстану и эти фериалы у нас и областного, и городского, и районного значения. И мы хотим именно, чтобы наши ветераны принимали активное участие в воспитании молодежи. Я хотел бы сказать огромную благодарность министерствам, а именно Министерству образования и науки, Министерству культуры и спорта, хотел бы огромную выразить благодарность фонду первого президента Еюрунации, а также Акиматам всех регионов Казахстана, это областных и городских. Я хотел бы сказать, что именно поддержка исполнительной власти, а также неправительственной организации, это и гражданская Альянска Казахстана, именно дает нам сегодня ветеранов, тот импульс, которым мы сегодня должны всячески делиться, показывать и на своем примере рассказывать им те события, которые были непосредственно у нас именно при прохождении службы в горячей точке. До сих пор эти ребята вспоминают где-то со слезами, где-то с болью, сердцем, что вот непосредственно что с ними происходило именно в тот момент, когда они там находились. Хотел бы рассказать эпизод первого десантника казахстанца, который получил ранение, это было 10 августа 1993 года в машине ГАШ-6, который выдвигалась группа пограничников от пограничной заставы к пограничному отряду. В ходе совершения этого марша было нападение, где боевиками были организованы две засады. В первой засаде получил ранение российский пограничник водитель непосредственно. Во второй засаде группа пограничников подверглась на нападение сострема джахедов и, конечно же, принято было решение, чтобы группа пограничников вместе с раненым солдатом, чтобы отошли в сторону своего пограничного заставы по пути следования, где прикрывал именно эту группу пограничников Дмитрий Забавкин. Вообще, Дмитрий Забавкин знает все десантники нашего Казахстана. Это легенда воздушно-десантных войск. Человек, который получил в этом бою два ранения в ногу, ноги, и, конечно же, ранения в грудь. До сегодняшнего дня десантник не награжден ни одной медалью, ни орденом, скромно ведет свою жизнь, сам сегодня проводит свое лечение самостоятельно, у государства ничего не просит. Я хотел бы сказать, что таких эпизодов у нас много, где наши воины проявляли массовый героизм. Это был и такой, конечно, трагический случай, это когда 7 апреля 95-го года в Шихаврском училие рота внутренних войск и Министерство внутренних дел совершала марш, и в ходе этого совершения марша наша рота внутренних войск подверглась нападению со стороны манджахедов со стороны Афганистана. Был пятичасовой бой, в ходе этого боя погибло 17 солдат воинов-казахстанцев, двое впоследствии скончались в госпиталях Министерства обороны на территории Казахстана и 33 человека получили ранения. Многие ребята из этих конечно были награждены и посмертно орденами и медалями орденами Айбун, медалями Жангри и Лигушин. Рону это действительно я могу назвать этим вопросом, потому что при прохождении именно мной службы в Таджикистане в 1994 году я видел, как были сожжены эти вышки пограничные, когда не было уже приграничных столбов, все это было уничтожено, сожжено. по дороге стояли разбитые машины, сожженные машины-автобусы. Не было никакой колючей проволоки, так такой границы не было, все было открыто. Маджихеды, они открыто совершали свои передвижения, переправы, выдвигались на машинах, где спокойно двигались и конечно же наглой, дерзко пытались показать, что им ничего было не страшно в этот период. И конечно же с участием наших подразделений прибытием наших подразделений. Мы эти вылазки маджихедов не дали конечно, чтобы они так спокойно двигались и соответственно уничтожали этих боевиков. В начале апреля 1994 года я вместе со своими солдатами, десантниками, сержант Усипаев-Дениар, а также Трембаев-Жумалы и конечно же с группы пограничников выехал по приказу майора Володина. С 11-й пограничной заставы населенного пункта Сахчаров, населенный пункт город Харок через Буни. Мы сели ГАШ-6, выдвигались на машине, проехав населенный пункт Буни где-то метров 400-500 на спуске мы увидели большое скопление людей, спокойно двигаясь, то есть мы не подозревали, что маджихеды выставили свой боевой пост охранения. Дело в том, что накануне там была переправа маджихедов и подразделения внутренних войск казахстанского нашего 11-го стрелкового батальона не дали переправе оштисти этих маджихедов. И, конечно, дерзко маджихеды напротив выставили свой пост где-то в количестве 600-500 человек. Я примерно нагло вспоминаю, это примерно как батальон, боевики нагло дерзко выставили свой боевой пост. Мы спустились с населенного пункта Буни. Перед нами выезжала машина УАЗик 469 желтого цвета. Соответственно, было лобовое столкновение, где в ходе этого лобового столкновения я получил незащитную травму. Конечно, она была шоковая травма, когда правой ногой ударяешься АП-образные. И, соответственно, от этой боли, не подозревая, что передо мной стоят уже боевики маджихеды, думал местное ополчение, соответственно, выскочив с этой машины, открыл дверцу УАЗика 469 нанес несколько ударов по этому молодому человеку маджихеда оказался впоследствии. Этот молодой человек выскочил на непонятном мне языке афганском. Несколько пролепетал там фраз, палилась кровь у него из носа. Словесная перепалка, этот маджихед вытаскивает гранату, с криками на меня в общем бросается. В этот момент оттягивают его двое-трое боевиков маджихедов. В этот момент я обращаю внимание, что наша машина ГАШ-6, в которой, кстати, находились пограничники и наши десантники, трое боевиков заняли позицию именно с гранатометов, чтобы уничтожить нашу машину. Принялись готовку к бою с колена. Я хотел бы сказать, что в этот момент я дал команду к бою, значит, выскочили мы и два десантника, все находятся в шоковом состоянии. В глазах вижу у них такая и паника, и страх, и в то же время выполнение задачи приказ командира, они должны расшлять. Мы понимаем прекрасно, что могут эти двое сделать против этой большой массы боевиков. Перед нами стояли и маджихеды разных национальностей. Там были и негры, и китайцы, и индийцы, и были арабы, и турки, кого только не было. Все они были вооружены до зубов, и скомандовав команду к бою, мои солдаты, мои солдаты, просто, я их понимаю на тот период, когда они находились в таком состоянии. Я находился тоже в таком шоковом состоянии, и, конечно же, подошел старик, где-то возраст, наверное, 50-60 лет, такой весь, тоже обвешанные там боеприпасами, подошел, сказал, что мы попали в плен, и мы должны сдаться. Я сказал, конечно, плена не будет, будет бой, никакого плена не будет. Потом подошел прапорщик Авазов, старшина этой заставы, этой пограничной заставы, он на этом языке переговорил, на афганском языке переговорил с этим стариком, соответственно, тоже, опять же, мне подтвердилось, говорит, Мурат, нам дают команду сдаться. Соответственно, я сказал, никакой сдачи не будет, будет бой. Потом старик посмотрел этого молодого человека, который получил от меня по морде, вот, его увидели в сторону, вот, соответственно, ту гранату, которую он вытащил, ее тоже забрали у него, вот, и старик говорит, я так не воюю, ты случайно попал ко мне в плен, я так не воюю, я готов тебя отпустить с твоим личным составом, вот, дал нам время, вот, я вызвал водителя, российского пограничника, водителя, и сказал ему, команду дал, что происходит с машиной, и сколько времени необходимо, чтобы устранить эту неисправность, он мне доложил, значит, товарищ единор, левое крыло машины получило, значит, в ходе ДТП, погнулось, залезло под колесо, и не может двигаться, необходимо снять это крыло, я ему сказал, немедленно снимай, 20 минут тебе, 15-20 минут тебе времени, чтобы ты все это устранил, через 15-20 минут мы должны выдвигаться, после этого, я посмотрел на позиции боевиков, позиции боевиков, они стояли напротив наших подразделений внутренних войск, Министерства внутренних дел Казахстана, вот, где-то на расстоянии 600-700 метров, вот, на видимом расстоянии, видя на позиции боевиков, которые были, значит, выложены из камней, значит, их позиции, я посмотрел, увидел несколько, будем говорить, труб, диаметр, где-то, 100 миллиметров, я хотел бы сказать, что меня удивило, ржа, ржавые эти трубы, и, конечно же, непонятно их, не вот это вот, применение, как это будет ошляться, в ходе боя, я, соответственно, этому старику, сказал, дай мне посмотреть, возможно, эти трубы, что за трубы, и, значит, старик, был, конечно, посмотрел так на меня, удивленно, и сказал, пойдем, мы, значит, пошли с ним по этим позициям боевиков, значит, я увидел эти ржавые трубы, где-то, сантиметров, где-то, 50-40, где-то сантиметров, вот, и, взглянул, туда, прямо, в эту трубу, объясняю, как стрелять из нее, он мне по-простому объясняет, мы, говорит, их применяли в Афганистане, уничтожали советские войска, этими, как он назвал их, БМ-1, то есть, это какое-то орудие, которое мы его не знаем, вот, соответственно, я его попросил, как это стрелять, если нету прицельных приспособлений, он сказал, посмотри в дырку, и там, соответственно, увидишь, куда нацелена труба, я посмотрел, смотрю, под прицелом находится наш БТР, казахстанский, вот, где, я понял, что это все серьезно, вот, увидел там, где два провода, аккумуляторная батарея, то есть, элементарные и просто, не надо никакие там прицельные приспособления, достаточно взглянуть в эту дырку, и можно вести огонь, вот, я спросил, какими снарядами, соответственно, снарядов я что-то не увидел, там в этот момент подбежал солдат, доложил, товарищ лейтенант, все, значит, устранено, крыло снято, можем выдвигаться, соответственно, я дал команду машине, все спешили, все, значит, сели в машину, и, проезжая уже через позицию наших внутренних войск, я увидел колонну, которая выдвигается со стороны Харога, колонна, в ходе которой, значит, была боевая техника со стороны пограничных, именно пограничников Российской Федерации, несколько машин, КАМАЗов, где были закреплены ЗУшки, и вышел, значит, полковник, значит, остановил нашу ГШ-6, и, значит, у меня спрашивают, как вы оттуда выехали с этого, именно, боевого поста боевиков, я ему вкратце доложил, он сказал, вам крупно повезло, товарищ лейтенант, значит, об этом, значит, доложите непосредственно командиру своему, но, значит, история этим не заканчивается, дело в том, что на заставе, на которой, 15-я застава, на которой я служил, находились там и пограничники, и мой взвод десантников, значит, было сообщено со стороны внутренних войск, что наша машина попала в засаду непосредственно боевиков, вот, там находился сержант Ажиков, Рустам Ажиков, Рустам Ажиков дал команду к бою, вот, все они сели на бронетранспортер, весь взвод погрузился на эту боевую технику с оружием в руках, с боеприпасами, полном снаряжении, значит, уже в готовности выехать, и вот эти доли минуты, доли секунды, вот, и именно в этот момент, когда мы уже выехали, было сообщено на заставу, что машина выехала с боевого поста боевиков, наша машина была остановлена, было сообщено, что уже мы успешно, благослуженно выехали с этого боевого поста боевиков, и личный состав, конечно, успокоился. я хотел бы сказать, что именно вот это боевое братство, именно вот эта боевая служба, которую мы непосредственно несли, вот, сегодня нас всех связывает, наших ветеранов, наших, сегодня, как мы себя называем, бача, вот, это не просто слова «друг», это изглубленные сердца, души, это она еще больше, наверное, значимость имеет эти слова. Я хочу сказать, что таких эпизодов у нас было достаточно много, вот, эпизоды я, конечно, не рассказал еще, придет время, когда напишу, расскажу, вот, вот, непосредственно на сайте десантура.ру таджики 35-й отдельной десантурной бригады это опубликовано, скрывать мне нечего, все было на самом деле, есть свидетели, есть люди, которые видели, как мы нести в службу, и вот, хочу сказать, что сегодня тот праздник, который мы отмечаем, это праздник, который действительно люди заслужили, вот, сегодня в этом году уже в 2016-м Российской Федерации принят закон, делал на дополнение изменения, где участники ветеранов боевых действий на таджико-афганской границе такие же солдаты, как и мы со стороны России уже получили льготы, имеют статус ветеранов боевых действий, участников войны, вот, и, конечно же, я хотел бы обратиться к нынешнему созыву, вот, который будет уже законодательной власти, мажориста парламента, маслехаты, местного значения, района, областного, чтобы они просмотрели наше обращение, которое мы сделали главе государства Усламбича Назарбая, с тем, чтобы нам дали этот статус ветеранов боевых действий, я считаю, что эти ветераны, они заслуживают, каждый из них, конечно, в меру своей скромности не рассказывает, где-то живет с болью внутри себя, вот, и поверьте, я хочу сказать, что многие ветераны сегодня уже с нами их нету, они сегодня не доживают, они сегодня не получают даже того лечения, которое они заслужили, некоторые из этих ветеранов до сих пор ходят с пулями, вот, ходят с осколками, вот, я знаю фамилии этих ветеранов, вот, поэтому хочу сказать, что нам сами по себе эти льготы даже не нужны, нам нужен сам статус, даже чтобы перед детьми, чтобы вот эти носить ордена, медали, чтобы мы могли с честью говорить, что мы ветераны войны, которые непосредственно выполняли первую задачу нашего президента, нашего главу государства, Мусландомича Назарбаева. В наши дни даже о самой необходимости охраны тех отдаленных рубежей мало кому известно, равно как и о том, что сохранение мира и стабильность в дружественных республиках имеет большое значение для сохранения безопасности и стабильности внутри страны. Благодаря дальновидной и верной политике главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева, все эти годы Казахстан совместно со странами СНГ оказывал и продолжает оказывать поддержку братскому народу Таджикистана, в виде гуманитарной и материально-технической помощи в целях борьбы с терроризмом. Важно также то, что ситуация на таджикско-афганской границе неспокойна и сейчас. И многие из тех, кто в 90-е был по долгу службы на таджикско-афганской границе, готовы при возникновении такой необходимости вновь отправиться туда защищать интересы Казахстана. Об этом они заявили официально направив соответствующие документы главе государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова